План Илона Маска Но сегодня я покажу тебе видео с канала InnerVision, которое полностью перевернет твое сознание. Серьезно. Когда ты досмотришь его до конца, ты по-другому взглянешь на будущее, которое нас ожидает. Ты поймешь, что люди, у которых сегодня есть криптовалюта, в будущем будут новой элитой этого мира. Ну а люди, у которых ее нет, будут им завидовать. Илон Маск говорит, что он и его компании собираются изменить наш мир с помощью биткоина, эфириума и догикоина, построив масштабную глобальную финансовую систему. Поэтому не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Нас уже 191 тысяча, совсем чуть-чуть осталось до 200. Я очень сильно хочу преодолеть этот рубеж, и это видно по моей активности. Таким активным я не был никогда. Мы давно думали об этом. Знаешь, лучше всего думать про деньги, как про информационную систему. Прежде всего, систему для трудоустройства. Для практических же целей деньги существуют в виде, можно сказать, базы данных. Они очень похожи на базы данных в банковских сетях по всему миру. В этих сетях они двигаются очень медленно. Может казаться, что они быстрые иногда, как в случае с PayPal, например. Но большинство платежных систем занимаются длительными пакетными обработками, которые могут занимать от 1 до 5 дней, а иногда и дольше. Эта система уже древняя, но до сих пор на ней работает весь мир. Кроме этого, она еще и не безопасная. Есть еще система кредитных карт, которая тоже уязвима. Это все равно, что передавать всю свою информацию о себе в ресторане, когда покупаешь завтрак. Так что, очевидно, здесь полно места для чего-то куда лучшего, чем это. Чего-то нового. Того, что можно назвать информацией в сети. Я думаю, так это можно описать. То, что имеет меньше всего ошибок. То, что снижает риски безопасности. Уменьшает количество утечек информации и государственного вмешательства. Который, кстати говоря, и приводит ко всем этим проблемам. Но, фундаментально, это новое тоже является информационной системой. Я думаю, имеет смысл поддерживать то, что улучшает качество информации, на основе которой мы строим экономику. И если биткоин является кандидатом на это место, он может решить некоторые вещи. Очевидно, он эволюционирует. Поверх него разрабатывается множество других технологий. Но биткоин сам по себе не просто решает эти проблемы, но и не может быть подвержен государственному вмешательству или принуждению любыми другими способами. В индивидуальном порядке это возможно, но сама система никак не сможет конфисковать твои биткоин-счета в любой момент времени. У него есть также открытый блокчейн, но объем транзакций пока что низкий. Стоимость транзакции высокая, а удобство пользования для обычного человека еще не совсем комфортное. Но у него очень много потенциала. И я хочу сказать, что в целом я поддерживаю биткоин и идеи криптовалюты. Но как я уже сказал публично, использование Proof-of-Work, особенно биткоином, использует много энергии, что не слишком хорошо для окружающей среды. Но опять же, в итоге я за биткоин. Я не инвестор. Единственное, что у меня есть, это акции Tesla и SpaceX. Но кроме них я владею биткоином тоже. Tesla и SpaceX также владеют биткоином. Я лично владею еще Ethereum и Dogecoin, конечно. Биткоин фундаментально ограничен в количестве. Он так разработан. Но биткоин сам по себе не может масштабироваться так, чтобы стать монетарной системой для всего мира на своем базовом блокчейне. Но с помощью решений второго уровня, таких как Lightning Network, это вполне вероятно. И поэтому я думаю, в этой финансовой системе есть место для чего-то вроде Dogecoin. Это звучит как глупая теория, но я так думаю. Также и для Ethereum тоже останется место. Поэтому у меня есть эти три криптовалюты. Только эти три криптовалюты. Больше всего биткоина, затем Ethereum и после него Dogecoin. Поэтому, если цена биткоина пойдет вниз, я потеряю деньги. Так что я могу пампить их, но обрушивать их не в моих интересах. И я не собираюсь ничего продавать. Я очень хочу, чтобы биткоин преуспел. Я думаю, у него есть достоинства, но и недостатки тоже. Ему нужно увеличивать скорость транзакций и уменьшать их стоимость. Нужно посмотреть, как далеко биткоин может продвинуться на своем базовом уровне, а потом развивать решение второго уровня. Я думаю, биткоин зайдет дальше, чем большинство людей вообще себе представляют. И я уверен, что даже SpaceX сыграет в этом роль. Я думаю, в итоге человечество получит доступ к глобальной сети с гигабитными скоростями, с низкими задержками и также дешевыми транзакциями. В ней можно будет проводить одновременно огромное количество транзакций. Так что да, как я сказал, биткоин с решениями второго уровня сможет этого достичь. То же самое касается эфириума. Реальность заключается в том, что не все смогут запускать биткоин-ноды. Ведь биткоин был создан около 2008-го, и его параметры с тех пор улучшились, но незначительно. А в 2008-м все еще было множество людей, которые сидели на модемах. Сейчас же куда более часто можно встретить подключение до 100 мегабит в частном доме. Некоторые уже имеют гигабиты. Так что тренд, очевидно, направлен на более широкую пропускную способность и низкую задержку. Если кто-то другой это не сделает, наш Starlink это сделает. Также мы сможем поддержать децентрализованную финансовую систему с гораздо большим по масштабам блокчейном, включающего в себя AAC-леджер и хэш-леджер. Мы можем сделать это все куда масштабнее, без ущерба децентрализации, но с увеличением продуктивности. Очевидно же, эта идея не пришла из воздуха. Скажем, у вас есть обогреватель воздуха. В норме он является чистой энтропией. Но что, если этот обогреватель также был бы интегрирован с биткоином, эфиром или догикоином? Вы относитесь к такому будущему иронично. Но самый ироничный сценарий является и самым реалистичным тоже. Ребята, то, что сказал Илон Маск, меня лично потрясает до глубины души. Мне очень нравится, что мы с вами так хорошо спекулируем обо всем этом, что в итоге все подтверждается. Это удивительно. Кстати говоря, если ты не видел это видео, я оставлю ссылку на него в описании. И, возможно, вставлю прямо в это видео. Посмотри, тебе тоже будет очень интересно. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. 26 апреля происходила телефонная конференция Tesla Motors, где подводились итоги первого квартала компании Tesla. Илон не особо раскрывал свои карты, но мы узнали главное, что и за ростом биткоина, и за его масштабной коррекцией стояла в том числе и Tesla. Сначала купившая биткоины на полтора миллиарда долларов, а затем продавшая 10% своих биткоин-накоплений. Если рассматривать интернет как кирпичный забор, то я обнаружил надпись какого-то вандала. Он написал, «Илон Маск думает, как превратить биткоин в экологического монстра». Если ты не увидел эту же надпись на этом же заборе, я напишу ее таким жирным шрифтом, что ты разберешь каждую букву прямо сейчас. 21 апреля 2021 года официальный твиттер Square написал, «Если биткоину и нужно что-то, то что-то больше белых бумаг». В нашей белой бумаге команды Square и Arkinvest объединяются, чтобы доказать, биткоин – это ключевой двигатель будущего возобновляемой энергетики. Ниже мы находим ссылку на эту белую бумагу. Биткоин и майнинг криптовалют – это идеальное сочетание для развития индустрии возобновляемых источников энергии. Майнинг криптовалют предоставляет альтернативный способ дохода для организаций и институтов, вовлеченных в сферу альтернативной энергетики по всему земному шару. Джек Дорси, создатель твиттера eSquare, ретвитнул этот пост и написал, «Биткоин стимулирует возобновляемые источники энергии». В комментариях под этим постом нарисовался и сам Илон Маск, который написал, «Это правда». Зачем Маск написал это? Просто хайпануть и получить признание людей за его такие добрые, зеленые для природы намерения? Сомневаюсь. Есть куда больше причин для этого, чем примитивные человеческие потребности. Так с кем же Square запустили эту белую бумагу? Конечно же, ARK Invest. Вместе они пишут следующее. Инициатива под названием «Биткоин чистая энергия» разработала эту небольшую исследовательскую работу, чтобы поделиться нашим видением того, как добыча биткоинов в сочетании с возобновляемыми источниками энергии ускоряет глобальный энергетический сдвиг. ARK Invest также предоставила исходный код модели, которая демонстрирует, как добыча биткоинов может ускорить эволюцию энерготехнологий, увеличить их эффективность и уменьшить себестоимость. Эта работа – просто начало того, что, как мы надеемся, выльется в плодотворное решение этих проблем. Эта работа откроет обильное, экологически чистое энергетическое будущее. Как мы видим, ARK Invest – это не просто какой-то там фонд. Они максимально вовлечены в эту историю. Кто же это такие? Это компания, которая управляет инвестициями в Нью-Йорке. И их основным полем деятельности является решение деструктивных проблем, таких как, например, изменение климата и разрушение экологии. Они также активно инвестируют в прорывные технологии. Создательница и владелица этого фонда – Екатерина Вуд. Компании всего 7 лет, но они уже управляют активами на сумму в 50 миллиардов долларов. Хм, интересно же, какое у них портфолио. В топ-3 наиболее жирных их инвестиций мы находим Теслу и Square. Интересно, что для Теслы они предполагают цену от 3 до 4 тысяч долларов в оптимистичном прогнозе. В начале этого года они увеличили свои инвестиции в Grayscale Bitcoin Trust на 2,14 миллионов акций. И, наконец, совсем недавно они инвестировали 246 миллионов долларов в акции Coinbase, которая только была добавлена на NASDAQ. Как же много связей Arkinvest с Coinbase, Биткоином, Теслой и Square. Очевидно и то, что они настроены очень оптимистично ко всем элементам этих связей. Почему же этот инвестфонд делает это все? Просто так делать нечего? А может они в курсе того, о чем нам не говорят публично? Будущее биткоина связано с ними. Arkinvest, Coinbase, Тесла и Square. Эти 4 элемента приведут цену биткоина до 100 тысяч долларов. Создательница Arkinvest также прокомментировала пост о стимулировании биткоином возобновляемой энергетики. Она написала. Сотрудничество Arkinvest и Square развенчает миф о том, что майнинг биткоина приносит вред окружающей среде. Объединение технологий криптомайнинга, искусственного интеллекта и хранения энергии запустит повсеместное внедрение возобновляемых источников энергии, которое, скорее всего, ускорится. Одним из исследователей, которые будут участвовать во всем этом действии, оказался сотрудником Arkinvest. Он специализируется на роботехнике, электротранспорте, способах хранения энергии и альтернативной энергетике. Он также репостнул этот твит от Джека Дорси, но самое главное вот это. Это очень интересный пост от Сэма Коруса, сотрудника Arkinvest. Он написал. Предупреждение о грядущем слиянии. Солнечная энергия плюс батареи плюс биткоин. То, что Тесла сделала для снижения стоимости батарей, майнинг биткоина может сделать для возобновляемых источников энергии. Сэм Корус из Arkinvest прямо говорит о том, что грядет и что в этом фактически будет замешана Тесла. Так что же, исходя из всего этого, может произойти уже в этом году? Всего месяц назад просочились слухи о том, что Тесла разрешит использовать свои суперчарджеры для любого электротранспорта, а не только электрокаров Тесла. Ну и при чем тут это? Что ж, тогда, когда это случилось, некоторые пользователи Reddit обнаружили информацию также и о грядущем масштабном обновлении приложений Тесла. Официально об этом еще не было заявлено, но мы находим следующий твит, который на это намекает. Срочные новости. Тесла собирается открыть свои суперчарджеры для электротранспорта, не являющегося Теслой. Каковы требования? Зарядной адаптер и приложение Тесла. Приложение Тесла. Очевидно же, для этого придется его обновить. И я думаю, это будет масштабное обновление, которое объявят после еще одного объявления. О партнерстве. Тесла и Square. Square возьмет на себя предоставление функционала для проведения платежей для тех, кто находится вне сети Тесла. Что ж, если партнерство с Square и Теслой произойдет, это будет очень круто. Но что насчет биткоина? Что ж, он придет в следующих версиях того, что называется Тесла Powerwall. Это такой аккумулятор, разработанный Теслой. Он предназначен для сохранения энергии в целях бытового использования в том числе. Например, для кондиционеров, стиральных машин или зарядки электрокаров Тесла. Ходят слухи, что новые версии Тесла Powerwall будут обеспечивать владельцев домов и криптомайнингом. Конкретно биткоин майнингом. Учитывая все то, о чем мы сегодня говорили, это кажется правдой. Новый Powerwall легко соединит криптосети с индустрией солнечной энергии. Приложения Теслы уже готовятся интегрировать в новые реалии, наделив новыми функциями. Например, очень простым для потребителя управлением своими криптовалютами. Да, следующее поколение программного обеспечения Тесла, очевидно, будет интегрировано с криптосетями. Сейчас это кажется утопией и фантастикой, но если подумать, то, что происходит сегодня, 3 года назад, тоже казалось фантастическим бредом. Есть еще одно доказательство этому безумному будущему от Тесла, Арк Инвест, Сквер и Биткоина. Брэд Винтон, тоже сотрудник Арк Инвест, пишет у себя в Твиттере. Сама по себе система солнечных батарей испытывает падающую доходность, поскольку она пытается удовлетворить большую долю спроса на энергоносители. Однако, в сочетании с биткоин-майнером система может быть эффективной, чтобы достичь необходимого качества без ущерба для рентабельности. Ну что ж, подойди снова к тому кирпичному забору, у которого мы с тобой стояли в начале этого видео. Теперь ты видишь ту же надпись, что и я. Альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии в паре с биткоин-майнерами. Например, домашние системы Powerwall от Тесла и биткоин-майнеры, встроенные в них. Ребята, если это все правда, тогда 100 тысяч долларов за биткоин, это даже как-то мало.